Пелагея Ханова Пелагея, вы с 4 лет на сцене, в 10 лет вы выступали перед президентами России, Франции и Германии. Тяжелое было детство? Нет, восхитительное было детство. Оно, с одной стороны, было насыщено огромным количеством путешествий, впечатлений, знакомствами с разными, порой великими, настоящими людьми. Но, с другой стороны, я всегда росла очень любимым ребенком. Но при этом вы говорите, что тяжелым воспоминанием было постоянное упоминание Лабертина Лоретти. Таким назойливым, как муха. Есть такие, знаете, самые часто задаваемые вопросы. Вот в детстве их было несколько. Тебя, правда, зовут Пелагея. А не боишься ли ты судьбы Робертина Лоретти, совсем скоро ты потеряешь голос? Но вы не боялись ее? Нет. Я все-таки всегда пыталась проживать свою жизнь и всегда надеялась на то, что мой путь, он особенный, он никак не связан с мутацией мальчишеского голоса, например. В 14 лет вы поступили в Афгитис или Рати. Как это вам удалось? Даже в 15-е. Ну, я закончила два года экстерном школу, 7-й и 11-й класс. То есть вы получили блистательное образование? О, да. За два года. То, что касается точных наук, как то алгебра, геометрия, я совершенно ничего в них не соображаю. Я и так-то не особенно была всегда расположена к точным наукам, всегда была гуманитарным ребенком. А зачем тогда было два года мучиться? За месяц надо было экстерном, раз и все. Я же по-честному сдавала, действительно учила все, что могла вообще на честной тройке. Алгебра и геометрия у меня прошли. Пелагея, я назову самые популярные ваши песни, а вы поправите, если я ошибусь. Казак, Пташечка, Люба, Братцы, Люба, Валенки, Кумушки. Ой, да не вечер еще есть. Ой, кумушки, кумитесь, кумитесь и любитесь. Понимаете, у меня свой хит-парад любимых песен. Он никак не связан с популярными композициями, если честно, потому что я люблю такую сложную, скучную, нудную музыку, грустную, очень депрессивную. Либо когда серьезный драматический сюжет, как, например, вот, Люба, Братцы, Люба, Эден и Вечер, они не нудные. Но романс у вас очень хорошо получается. Ну, романс это все-таки все равно тоже наша традиция. Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь, в том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова, была ли любовь, была ли любовь. Мы вообще любим страдать, страдануть, вообще в целом, люди, населяющие эту землю. Тоска, что такое тоска, только мы же знаем. Вот мы можем про это слагать огромное количество песен и убиваться, и упиваться, это тоской, болью, океан боли в каждом из нас, русском человеке, и во мне в том числе. Мы полностью посвящаем себя и растворяемся в боли, в страдании, в горести, и это рождает невероятные, порой гениальные даже произведения, там, и так далее. Нашу душу заставляет работать, и мы думаем о каких-то высоких материях, и так далее. С другой стороны, мы тут же так же быстро, полярным совершенно образом, так же погружаем себя в безудержное веселье, и в совершенно такое неосознанное состояние. Там уже не важно, что, где, куда, потому что понеслась душа, и как же ее, опять же, можно остановить, она только что так сильно тосковала. И вот эти вот качели эмоциональные, они мне очень понятны. Третий сезон в «Голосе» вы начали в совершенно новом виде. Правда, я не думала, что вообще как-то то, что я переоделась. И пять килограмм скинула. Да, что это вообще вызовет такой резонанс. И шпильки одела. Шпильки до этого носила вроде. Я не женщина, я наставник. Я моя! Моя, моя, моя! Это прямо вот! Пелагеев! Да ладно! Хорошо, что это талантливые и живые голоса. Но что-то не очень видно, чтобы их карьера складывалась после успеха в «Голосе». Ну, стали звездами финалисты «Голоса» у обоих сезонов. Дина Гарипова, победительница первого сезона, съездила на «Евровидение». Сережа Волчков, победитель второго сезона. Вы говорите, что главное, чтобы в конкурсанте, чтобы он вам понравился, в нем должна быть энергетика, чувство юмора. А еще вы любите сумасшедших. Да. Для меня люди – это такие сгустки энергии. И тот посыл, который мы транслируем, каждый из нас. Чем старше я становлюсь, тем я больше ценю время и свои силы, опять же. Поэтому я стараюсь общаться по-настоящему, открыто, а я суть по-другому не умею, с людьми, которые меня тоже могут в ответ показать жизнь, рассказать о своем каком-то мировоззрении собственном. То есть я хочу научиться у людей чему-то новому. Для меня это очень важно. И плюс подзарядиться тоже. Я вроде не вампирю энергетически, я отдаю много. Но если я встречаю на своем пути такой же источник, как я, то я, конечно, мечтаю, чтобы мы слились. И друг друга подзарядили. Вот. Этих людей очень легко опознать, потому что им позволено вас называть просто Поля. О, да, точно, да. По еще сокращают иногда. Просто По. Вы скажете, когда я смогу, если когда-нибудь называть. Поля, конечно, мне будет очень приятно. Я вообще, когда меня зовут Пелагея, я сразу так. А с некоторых пор меня вдруг стали люди звать Пелагея Сергеевну. Вот это вообще меня, конечно, каждый раз. Я почему-то думаю, что она, наверное, издевается. Ну, в смысле, как-то подкалывает меня, типа, Пелагея Сергеевна. А на самом деле вроде как бы как будто действительно так. Ну как четверть века на сцене. Ну как можно называть. Пелагея Сергеевна, да, звучит как будто бы провал. И за все это время у вас только был один неуспех на сцене. Барвиха Лакшери Виллэдж. Нельзя сказать, что это какой-то глобальный прям провал. Ну да нет. Просто в этом вот Барвихе Лакшери Виллэдж иногда проходят такие мероприятия. Но после него вы все равно сказали, ноги моей там больше не будет. Да нет, я так не была категорично. И была там моя нога впрямь, скажем, после этого. Дело не в этом. Был у меня провал. Я считаю, что мой такой самый серьезный, публичный провал для меня. Это было выступление на 300-летии Санкт-Петербурга. Я очень волновалась, потому что это была огромная ответственность, возложенная на меня Андреем Сергеевичем Кончаловским. Это была наша совместная вторая работа за всю мою жизнь. И я очень счастлива вообще от такой возможности. Был саммит 30-ти, что ли, глава государства. Очень много их приехало. Сама сценическая площадка стояла на таком месте, где было сосредоточение просто ветров, розоветров. И пела я, соответственно, вживую с оркестром композицию, которая мне не была совершенно знакома. Гляжу в «Озёры синие», я не пела ее никогда. Но публике вы очень понравились. Ну не знаю. Мне, я никогда не ориентируюсь на то, что говорят мне после концерта публика. Когда очень много комплиментов, я вот научилась так это все делить, даже не на 8, а на 88. И ориентируюсь на свои собственные ощущения в основном. У вас бывает по 40 сольных концертов в год, полные залы. Но все-таки неразумно не выступать на телевидении, не быть в ротациях на популярных радиоканалах. Ну мы занимаемся неформальной музыкой, и до сих пор это так называется. Хорошо, а почему бы не спеть парочку таких хороших хитов, чтобы параллельно быть еще и форматной? Нет, я против конъюнктурки. Поля, вы прямиком шли к первому месту в «Две звезды» с Дашей Мороз и вдруг соскочили. Почему? Я так много об этом просто говорила, и мне так не хочется вот сейчас опять снова это все всколыхивать, потому что, ну это такой вот неприятный момент в моей жизни. Неприятный, чисто по-человечески неприятный, неприятный с профессиональной точки зрения. Мне не очень приятно даже о нем вспоминать. И я говорю, я так рада, что он закончился, и что я, в общем-то, ни на кого совершенно зла не держу больше. Когда вы приехали в Москву, вы говорили, что вам московская энергетика очень нравится. А сейчас вы говорите, что в Москве появилось очень много людей, которые относятся к ней как к коммунальной чужой квартире, и это портит московскую энергетику. Да, это правда. Ну, единственное, что я тоже об этом думала недавно, о том, что у меня ощущение моей Москвы, вот в которой я только приехала из Новосибирска, там сколько мне было лет, наверное, 14, когда вот мы переехали совсем окончательно, она, безусловно, и очень изменилась. Изменилась и внешне, изменилась ее атмосфера, изменились люди. И я вот думала, с чем это связано? С тем, что я взрослею, давайте назовем это так, и мне вот уже кажется, что вот в мое время все было по-другому, и вот о молодежь, вот. Либо это все-таки действительно такие перемены, которые просто не для меня. Вы даже встретили несколько прекрасных рассветов и гуляли по набережным Москвы этим летом. При каких обстоятельствах? При самых загадочных. Я каталась на доске, на скейтборде. У меня всегда в машине лежит доска и кроссовки. Вот, на случай, если у меня будет какое-то свободное время, я смогу проветрить мозги. Итак, в 4 часа утра вы вышли на скейтборд на набережную Москвы? Угу, на Краснопресненскую. Поехала. Все, прокатилась, вернулась обратно, положила доску в машину, поехала домой. Спокойненько легла спать. А что вы делали до 4 часов тогда очень интересно? Работала, с друзьями общалась по-разному. Это же не однажды было. Это же как бы с регулярностью происходит. Ой, да не вечер, да не вечер, Не малым мало спалось, Не малым мало спалось, О, видать, Известно ваше признание, Больше всего я люблю спать, Потому что я вижу такие сны, Которые гораздо ярче любого кинофильма. Да, это правда. Вы, конечно, видите цветные сны. Обязательно, да. Никогда. Вот я черно-белый, мне все говорят что-то. А я вот сегодня видел цветной сон, представляешь? А я даже никогда черно-белый, даже не знаю, что это такое. Может быть, я все-таки сумасшедшая. Говорят тоже. В любом учебнике написано, Цветные сны это признак сексуальной талантливости, Или... Шизофрения. Или. У вас что? Или-или. Вот в прошествии жизни, мне кажется, Я должна буду ответить на этот вопрос. Теперь я понимаю, почему вы сказали, Что у меня всегда была заниженная самооценка, И только совсем недавно я стала про себя думать, Что я, ну, не так уж и плоха. Ничего. Но я не могу сказать, что у меня прям заниженная самооценка, Не могу сказать, что я себя не люблю, нет. Ну, если только сейчас вы стали про себя говорить, Я так ничего себе. Ну, и то иногда бывают дни, когда я и так не думаю, знаете. А бывает, когда вот специально обученные, Очень талантливые люди накрасят меня, Приклеят волосы, знаете, чужие. Я вот на себя смотрю, думаю, вообще красивая. Поя, есть же очень простой способ поехать на три дня в Италию. И там вам так все хорошо объяснят мужчины. Зависит от мужчины. Итальянские мужчины, а ну да, вы же запретили личную жизнь. Полный запрет. Я понял. Итальянские мужчины, простите меня. Извините, вообще, дорогие итальянцы, Сегодня не ваш день. Не для тебя придет весна, Не для тебя дон разольется, И сердце девичье забьется, С восторгом честь не для тебя. Вы признались, что больше всего вас огорчает, Когда вам говорят, в жизни вы выглядите гораздо красивее, Чем на экране. Только очень странный комплимент. Это из серии того, что, ой, а вы в жизни такая худенькая, Не то, что на экране. Или там, вот, ну вот вы сейчас похудели, А вот раньше. Бас назвали в честь прабабушки, бабы Поли. Говорят, что она была уникальная женщина. Огромное количество историй всегда окружали меня, Связанные с бабой Полей, Которая пережила очень много. Одна воспитала семь детей. Да, семь детей. И деда Вася, вот, собственно, ее муж мой, прадед, Он вернулся с войны, он вернулся с осколком. И вот, там, не должила до операции один день. К сожалению, он умер. И вот она осталась, да, с детьми сама одна. И так, в общем, до конца жизни она была с ними. И держала, в общем, в страхе весь переулок, скажем так. А почему говорят, что у вас с ней много общего? Ну, говорят, что я похожа на нее внешне. Вот. И в целом у нас, видимо, я просто вот не очень много знаю вообще историй Про других наших прапрародственниц, скажем так. Но, видимо, судя по всему, вообще сильные женщины в нашей семье – Это как бы такая традиция. Вы думаете, что баба Поля – ваш ангел-хранитель. А что такое ангел-хранитель? Мне кажется, некорректным рассуждать на эту тему, Потому что я сейчас что-нибудь скажу, вот так, знаете, А это будет неправильно. А кто-то подумает, что я вот истину в первой инстанции глаголю. Поэтому приду домой и почитаю, знаете, Что в православной традиции существует, Какое определение ангел-хранителя. Я все равно, вот видите, ориентируясь на такие какие-то свои ощущения, Я чувствую незримое ее присутствие всю свою жизнь. Недавно у вас была замечательная программа «Вишневый сад». И костюмы все были, как было в начале 20 века. Но вы говорите, что этот «Вишневый сад» – это образ и сегодняшней России, Которую мы можем пропить и прогулять, как Раневская. Обязательно нужно обращать внимание на целостность того самого «Вишневого сада», Который действительно для нас являлся такой ассоциацией мощной С нашей страной, с нашей землей. И так же, как настоящий реальный «Вишневый сад», Который нужно постоянно возделывать, ухаживать за ним. Он требует действительно полнейшего погружения в этот процесс, В процесс ухода за ним и заботы. Так же, в общем-то, и земля, и страна, и ощущение вообще осознания этой страны. Оно требует усилий. В начале передачи вы сказали, что о личной жизни вы говорить не будете. Можно ли спросить, есть ли у вас кошка или собака? У нее есть собака, но она не совсем моя, потому что она живет с мамой, с загородом. Собака большая, хаски, вот эта голубоглазая, жуткая красавица вообще, Которая знает об этом очень хорошо. Хаски – это лайка, в которой очень много волчьей крови. Да, это точно. И вот эти вот глаза ледяные, голубые – это просто, конечно, что-то невероятное. С ней можно на улицу выходить. И абсолютно не переживай, что тебя кто-то узнает, потому что все взгляды на нее – какая собачка, вот это все. Но, к сожалению, она живет не со мной, с мамой, с загородом. Я туда нечасто приезжаю, в основном живу вот в Москве. Я вот несколько месяцев назад, уже практически, я даже позвонила в питомник. Я так хотела кошечку, это просто было что-то невероятное. Я так хотела, чтобы меня дома ждало живое существо. А потом все-таки я, ну, одумалась и подумала, что, ну, нет. Я, конечно, всем рассказывала, что, ну, и что, кошечка может три дня жить без человека, если ей побольше положить воды и еды. Вот. Но в результате все-таки мне отговорили, сказали, что поле. Ну, все-таки это не совсем правильное взвешенное решение. Оно слишком эгоистичное, поэтому нет у меня животного. Вот. Может быть, черепашку. За месяц пребывания в Эдинбурге вы дали 19 концертов. Это был знаменитый всемирный фестиваль, театр и вообще искусств Эдинбург Френч Фестивал. И это такая интересная штука, потому что на месяц в католических церквях в Эдинбурге они перестают быть действующими, и там вот происходят всяческие перформансы, спектакли, концерты. Со всего мира приезжают интереснейшие вообще артисты, музыканты, певцы. И вот каждый день у нас, да, такой на регулярной основе в рамках этого фестиваля 19 концертов. Но это было сложным очень. Во-первых, по такой плотности, скажем так, работы. Это был первый мой такой опыт. И, в общем-то, последний я больше так не хочу. В каких странах вы себя комфортно чувствовали? Я вообще в целом везде найду уголочек какой-то, в котором мне будет комфортно. И я знаю, что нужно в себе там, как повернуть, чтобы этот комфорт все-таки найти. Ваше желание побывать в Японии исполнилось? Нет, еще пока. Очень хочу в Японии. И в Норвегии я хочу посмотреть фьорды норвежские. Япония вас точно очарует, потому что все то, что вы хотели бы добиться здесь своим творчеством, они это осуществляют. Они это никогда не теряли просто. В отличие от нас. Это да. Островитяне. В закрытеньком коконе. Поэтому я, может быть, всегда так, знаете, хочу особнячком от всех. Я отдельная островитянка. Но в каждой стране есть своя этика. Например, вот Шамиль Торпищев в передаче Ивана Урганта сравнил сестер Вильямс с братьями Вильямс, подразумевая, что они так мощно, хорошо играют. А жуткий был скандал в Америке. Его на год отлучили от всех соревнований, потому что у них это воспринимается как сексизм. Но что же было бы, если бы он сказал, что они в горящую избу войдут и коня на скаку остановят? У нас же это высший комплимент женщине. Мне иногда некоторые мужчины, мои друзья, говорят о том, что ты гораздо больший мужик, чем многие мои друзья. И вот я сначала не понимала, как к этому относиться, а потом мне объяснили, да ты что, это же суперкомплимент. Высший вообще хай-класс, скажем так. И я вот потом анализировала... Знаешь, какие они сексисты с американской точки зрения? Да и как бы и бог бы с ней, с этой точкой зрения. Просто сам факт того, что вот в наших реалиях российских женщина все равно должна соответствовать именно этому невероятному образу женщины, существа, который может все, но при этом тщательно это скрывает и ни в коем случае не должны показать, чтобы никак не ущемить какую-то, может быть, несостоятельность рядом с сидящего и лежащего сожителя. Это, конечно, грустно иногда. У вас есть мечта? Даже несколько. Я их коплю. И тоже о них не рассказываю, потому что боюсь, что они не сбудутся. Успехов вам! Спасибо большое и вам! Субтитры сделал DimaTorzok